Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Мы озвучиваем, насчитываем мои занятия, которые проводил Потеряевки со дня основания ее восстановления в 91 году по тематике, по праздникам. Привычка. Иисус Навин, да не отходится книга закона от уст твоих, но получайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Израиль скурпулезнейшую исполняет и сегодня все предписания закона. Но римлянам. Конец закона Христос, праведности всякого верующего. Вот как эта последняя точка в законе могла быть поставлена. Иоанна 4 глава. Вот как впереди написано. Важнейшая часть главы беседы Христа с Самарянкой о спасении. Еще час назад она была уверена, что научена до сегодня была правильно, но с каждой минутой, с каждой фразой Христа она плыла уже не по течению привычки веры, но совсем в другую сторону, за Христом. Кто такие самаряне? Самаряном назывались люди-иностранцы, которых царь иноземный поселил на израильскую территорию, когда сами израильтяне были выселены в Вавилон. Земля не должна быть пустой. Государству нужны налоги. Не пустыми же захватывать хотел царь. Армия должна чем-то питаться. И осталось очень мало родных жителей там. Если, конечно, будем считать заприродных именно иудеев. Четвертое царство. И перевел царь истерийский людей из Вавилона, из Куты, из Аввы, из Ямафа, из Сепараваима, и поселил их в городах самарийских вместо сынов Израилевых. Они овладели Самареей. И стали жить в городах ее. В городах ее. Как-то заглатываешь слова прямо. А как в начале жительства своего там они не чтили Господа, то Господь посылал на них львов, которые умерщвляли их. И донесли царю астерийскому и сказали, народы, которых ты переселил и поселил в городах самарийских, не знают закона Бога этой земли. И зато Он посылает на них львов. И вот они умерщвляют их, потому что они не знают закона Бога той земли. И повелел царь астерийский и сказал, отправьте туда одного из священников, которых вы выселили оттуда. Пусть пойдет и живет там. И Он научит их закону Бога той земли. И пришел один из священников, которых выселили из Самарии. Из Самарии. И жил в Эфиле. И учил их, как чтить Господа. Притом сделал каждый народ из своих богов и поставил в капищах высот, какие устроили самаряне. Каждый народ в своих городах, где живут они. Вавилоняне сделали Суккотбенов. Кутийцы сделали Нергала. Емафяне сделали Ашиму. Айвийцы сделали Нивхаза и Тартака. А степровоимцы сожигали сыновей своих в огне Адрамелеху и Аннамелеху. Богам степровоимским. Между тем чтили и Господа и сделали у себя священников высот из среды своей, и они служили у них в капищах высот. Господа не чтили, и богам своим они служили по обычаю народов, из которых выселили их. До сего дня поступают они по прежним своим обычаям, не боятся Господа, и не поступают по уставам и по обрядам, и по закону, и по заповедям, которые заповедал им Господь сыном Иакова, которому дал он имя Израиля. Если бы царь послал тысячу священников, а то одного. Чему он мог научить их? Только обрядности и верхушкам. Вот такие получились полуязычники, полуверующие, как наш уже православный по всей России. Научил он тому, наш бог такой, изображение которого делать нельзя. Звать его Иегова, Яхве, а привычки у народа остались те же, и они создали такую мешанину, что хуже, чем у язычников было дело. И евреи их ненавидели люто. Так истинные православные лучше относятся к коммунистам, к мусульманам, чем к ярым еретикам, так как эти под прикрытием Библии уводят людей в погибель. Кто любил выпивать-выпивать в мире, тот, приехав в Потеряевку, и здесь ее красавицу не бросает, а лелеет под прилавком. Любил гневаться? Чуть что не по мне, я за топор ухватиться могу. Так и тут из тебя этот конитель выпирает. Любил там просить у соседей все, а мы про то и не знали, но вот видим, как ты тут ведешь себя и узнаем твое прежнее житие. Я знал из наших кого. Могу точно сказать, что те же самые привычки они сюда и привезли. Хотя бы и не нужно. Самаряне, это с привычками люди, вышли из храма, опять за карты, за матерки, за воровство. Сейчас с овечками стоят... Со свечками? Со свечками. Какими овечками? Ты что? Прямо божишь совершенно. Сейчас со свечками стоят все. Президент, его окружение и мэр Москвы. Но живут они без соблюдения самых основных правил. Не то, что рождение свыше, даже просто о своей вере они прилукавише, как Путин путает людей. Верю в человека. Это даже не самарянин, а чисто в виде язычник. В алтайской прессе на первых полосах полосах в газете полосах полосах епископ Антоний и другие главы подписывают договор как возрождать духовность. Это даже и не игра, а просто пьяная насмешка над людьми. Такого слова в духовности в Библии даже и нет. Никогда они не говорят о том, чтобы к Христу людей привести. Они этого и не слыхали от своих духовников лукавых. К храму привязать хорошо для каждого села по десять храмов Христа Спасителя, но только без Христа и без Спасителя. Это греховность, а не духовность. Бог нигде не заповедовал строить храмы. Это ничего не изменит. Не заключили договор о том, чтобы закон Божий в школах преподавать. А почему? Дьявол будет крутить по помойкам слов и так всех обольстил, что как будто и не видят, о чем говорят. Масонны этого не дадут. А эта духовность нужна для Антихриста. Им рабы нужны и послушные. Торговля сразу же везде будет и никакого крещения, омольчения лбов. Деньги им нужны. Хористы будут, артисты деньги любят. Для многих будет бесплатный концерт. Там будут рэкетиры и падшие женщины умиротворять свою совесть, бессоветность, батюшке грехи сдавать. Сейчас коммунисты вместе с православием объединились в один комок, чтобы создать могучее российское государство, вернуть все прибалтийские государства, Азию и Молдавию. Нас тогда будут уважать и бояться, а то мы всех боимся сейчас. Главное, чтобы нас боялись, чтобы без нас нельзя было никому вздохнуть. Но этого не будет. Бояться будут, а уважать не будут. Это все такое привычное для плотского человека, но перелом в этих привычках делает дух святой в возрождении души. Златоуст подробно объясняет о времени, что была жара и женщина стыдилась при людях даже к колодцу подойти, и тут ее жажда была удовлетворена навсегда. Тогда был общественный колодец, и почему она одна оказалась, и вдруг наткнулась на вечного мужа. У Бога все высчитано, и нам нужно только согласиться с тем, что Бог дает. Иоанна. Женщина самарянская, говорит ему, как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Самаряне бы и хотели сообщаться с иудеями, да эти не желали, и смотреть на ненавистных поселенцев. Корчинские с радостью бы тут оставили четыре бригады и бражничали бы. Им это выгодно, но нам-то их присутствие, их похабщина смертельно опасно. Чтобы сохранить себя, некоторые евреи не ходили даже через эту территорию. Самарянка говорит своим языком и ничего не понимает из сказанного Христом. Это состояние ввод этих возродителей духовности России, будь они попы или их дружки коммунисты. Стих 11. Женщина говорит ему, Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? В Покровском соборе изображена эта картина в правом пределе. Христос сидит у колодца рядом с Самарянка и из краника течет вода в колодец. Я сказал настоятелю, что это же не так, и краник замазали от вентили. Водоканал еще не провел туда трубы. 12 стих. Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец и сам из него пил и дети его и скот его? Самаряне никакого отношения к Иакову не имели, как сегодняшние казаки. Власти к православию настоящему. Но набиваются в дружбу. Им нужна духовность. Колодец дал им не Иаков, а чужеземный император. Вернее, сегодняшнюю духовность дал не Бог и не Библия, а патриарх и президент. Самарянка почти православная и проповедь была точно похожа на старообрядческую. Переходи к нам и не еленостно посещай храм. Такие эти друг друга перетаскивать намерены были столетиями, и кто бы с ними не заговорил, у них трафарет. Переходите к нам. Я ни одному человеку еще не сказал этих слов «Переходите к нам». Пока люди нас мало знают, они еще могут нас уважать, а если поближе познакомятся, то они будут нас обходить, как иудеи в Самарии. Скажут, у вас веры никакой нет. А так стих 14 Иисус сказал ей в ответ «Всякий пьющий воду сию возжаждет опять, но кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Понимал она плотский, как родник во дворе будет у нее свой водопровод, но если бы и дал, то какое отношение это имеет к вечности? «Ты можешь день и ночь молиться, но если пренебрегаешь Словом Божиим, то не услышит тебя Бог». Притча «Кто отклоняет ухо свое отслышание закона, того и молитва мерзость». На первом месте Слово Божие. Если ты не наставлен, а это сегодня в подавляющем большинстве, то почти сто процентов того, что и все богослужения, акафисты, и каноны, и все может быть отвратительной мерзостью. Как молиться? О чем? Только Библия может дать тебе «Женщина говорит ему «Господи, вижу, что ты пророк» стих 20-й. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Тайна ее жизни всколыхнула женщину, и она забыла про воду, и про мужа незаконного, и вся устремилась к небесному. Случай сегодня редчайший. Если ты узнал, что человек знает Писание и может ответить на твои духовные вопросы, то куда же ты бежишь? Тебе тут открыт конец колодец жизни. Почему она не попросила мужа седьмом и восьмом, чтобы устроить наконец-то по хорошему судьбу свое хозяйство, но она уже была выше всего земного. Вопросы ее вызвали ответы, которые на тысячелетия вперед определили жизнь миллионов людей. Представьте, что ваша подруга встретилась вам попутчицей. Сразу разговоры с семьей. Чуть о работе и далее обсуждение кого-то, и особенно неугодного вам нам человека. Как взять живет, как дочка. Вопрос на вопрос. Да и важно и интересно это слушателю. И вы понимаете, что это нужно и важно. Разве спросят вас? Ты, Люба, поселилась в Потеряевке и познала путь спасения. Расскажи-ка подробней. А то слухами земля полна. 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 Рассказывают всякое и разное. Евангелие у них как? В авторитете? А как они молятся? Расскажи, есть ли у них есть, как говоришь, свой устав? То как? Все ли с радостью его выполняют? Есть ли какие-то решения, то нет ли нарушителей? Уважает ли священника? Все ли это сейчас притворяет в жизнь? Или каждый свой угол тянет, как у нас, корчено? Самарянка же Фатина Светлана задала только один вопрос о спасении. Задала. Задала. Только один вопрос о спасении. Женщина говорит ему, Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Ее все время видно, тамило. Евреи молятся так, кланяются так, а нам наши родители передали, что вот так надо и ходить на поклонение не на Сионскую гору в Иерусалим, а на гору Гаизим. Но кто же из прав из нас? Вообразите староверов-кержаков в Сурывке и ваптистов, которые приехали к ним и говорят, да никогда вам не спастись. Библию боитесь, как демон Ладана и замкнуло. Никого не знаете, никому о Христе не возвестите, потому что и сами-то ничего о нем не знаете. Если бы кто-либо пришел оттуда из-за гробного мира и рассказал, что ни один никонянин, ни один старобрядец или ни один баптист не спасся и все споры окончились, но видят все сны, что их вера спасительная и что все они же в раю прописаны и по-другому верить и кланяться нельзя, но только так, как вот у них молятся. Но Бог закрыл такой путь и отдал во власть самим людям решать. Но в этом кроется следующее. Пока бы ты еще не решился сам, не определился, а дьявол уже явился в виде ангела света и повелел бы идти к Кришнаитам. Вот почему такой путь Бог и не благословляет Диане. Случилось, что когда мы шли в болитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход к господам своим. Идя за Павлом и за нами, она крещала, говоря, все человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения. Это надело много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал Духу, именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И Дух вышел в тот же час. Уже пошло бы по другому руслу. Самая спасительная вера йоги. Поэтому для определения истинности веры Бог дал только один источник Слова Божия вечная и Спасительная. Открывай Библию. А у них Коран, открывай Коран, и в Коране ты найдешь о Христе, ибо они его за пророка считают и Марию признают. В Севилиной книге говорят, что придет кто-то, кто спасет людей. Кто? Мы не знаем, но так написано. Евнух, когда возвращался из Иерусалима, то читал пророков и не понимал деяния. Евнух же сказал Филиппу, прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о Сибели или о ком другом. Филипп сразу все по полочкам разложил министру финансов. Это все идет речь о Христе. У Евнаха тоже были привычки, но он уже к прежнему не мог вернуться. Менялось все, род пищи, отношение к подчиненным, к доходам своим, к начальству, даже может быть и работа. Простой народ не знает, куда пойти молиться. Иисус говорит Самарянки, поверь мне, можем ли мы одевериться словам Христа, поверьте мне. Если ты христианин, так и скажи, я верю. Ни налево, ни направо, ни свернуть, я верю, что ты говоришь. Это Иоанна. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, к чему кланяетесь, а мы знаем, к чему кланяемся, ибо спасение от иудеев у нас станет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Слово поклонник встречается в Библии только два раза. Слово пояс в разных вариантах встречается в Библии 103 раза. Неужели же это слово важнее слова поклонник? Поклонникам называется только истина, поклоняющаяся Ему. А если не знаешь Бога по Писанию, то ты просто подшатаешься, а не кланяешься Создателю. Господи, так весь мир Тебе молятся. Я сам ищу себе истинных, которые в Духе, а не по плоти, не внешне только, забежал в Храм и, довольный собой, на свои прежние подвиги устремился. Нет, не такое поклонение Бог замечает. Сафония. Из заречных стран Эфиопии поклонники мои, дети рассеянных моих принесут мне дары. Ищет по храмам, по молитвенным домам, по закоулкам верований, по сектантским лабиринтам, в больницах находит, в шахтах ищет. Иоанн. И многие самаряне из города того уверовали в него, по слову с женщиной свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, был там два дня. И еще больше число уверовали по его слову. Уверование по его слову. Другого рецепта не дано никому. Никакие традиции, обряды не могут стоять в этом ряду. Это слуги князя Владимира смогли в кавычках уверовать по зрению и обонянию красоты богослужения и были как на небе. Слова его они не услышали. Слова его они не услышали и не понимали речи греческой и не уверовали по слову. И так же точно и Русь крестилась без уверования по слову его. А уж летопийцы со времен Василия князя нарекать стали Русь святой. Самарянка была готова к принятию слов Христа. Ее не надо было уговаривать. Какие-то места приводить, увещевать, облечать ее. Точно таким же было лично мое уверование. Только в руки попала Евангелие и я тут же склонился на колени. Потому что я его искал все годы жизни моей. Искал, не зная, что это и есть то, неведомое мне, о чем-то милость моя душа. Этому неведомому жертвеннику я уже 22 года кланялся, тосковал, ждал встречи с ним. Сегодня же начинаешь доводы приводить, много примеров, а человек лупает глазами и позевывает, думает, как бы поскорее от меня лепетнуть. Только бы я поскорее от него отвязался. Он на меня смотрит, как на инрепей, как на назойливого комара. Иезекииль. И вот ты для них, как забавный певец, с приятным голосом и хорошо играющий, они слушают слова твои, но не исполняют их. Что за поклонников ищет Бог себе? Исайя. Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть предлицо мое на поклонение, говорит Господь. 235 раз это слово поклонение встречается в Библии. Поклонение было правильным только в Иерусалиме. Так и было бы до сегодняшнего дня, если бы Христос не приходил на землю. Правильное поклонение было только у иудеев. Ныне же настало время для другого духовного поклонения в самой истине, а не в образах и жертвах из чистого скота. Жертву себе принес Агнец Иоанн. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисус и говорит «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Кто иначе понимает, тому можем сказать «Жаль, что ты не был в тот жаркий день у колодца Иакова возле города Сихарь. Побыл бы там хотя бы немного и услышал бы, что сегодня все по-другому. Духовное это не плотски присутствовать». Вот я представляю себе, что сейчас нахожусь в Иерусалиме. В духе в день воскресный был Иоанн на острове Патмос и видел духовное все, а сам таки пребывал на острове. И не у мощей чьих там не хочется сидеть, а рядом с живым Христом. Не на горе преображения, просто посидеть и уйти, но там, где есть наставление, где он открывает свои блаженства. Я мысленно нахожусь сейчас там, где он накормит слушателей лепешками и рыбами, после того, как Иисус уже насытил их пренебесными глаголами вечной жизни. Плоской человек рассуждает так, накоплю денег, доберусь до дуба маврийского, где Авраам делал приемы странников, и там я уж отщипну себе коры на исцеление тещи. Вот в таком дедуховном состоянии сегодня вся Россия, ее в этом литургическом сне держат патриарх и его служители. Крестные ходы и поездки по мощам, скрек Серафиму пройти по канавке. Еродивая Русь, слепая и шатающаяся, Христа и не ищет, она его просто не знает и не нуждается, им лишь бы был батюшка и храм. Израильтяне понимали все буквально, ягненок годовалый, весеннего приплода, и весной 14-го Ниссана мы его немножечко под горлышко, и в этом наше спасение. Духовное же поклонение прозревало по пророчествам, что придет на землю спаситель мира Христос, возьмет на себя грехи мира и искупит верующих в него, Иоанна. Пришел к своим и свои его не приняли. Христос говорит им, что он есть истинный агнец, но они не поверили, а убили его за это богохульство, что он себя дает делать равным Богу, 1 Коринфянам. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос заклан за нас. Какая еще Пасха? У нас куличи есть, вот Пасха, куличи же означают гроб Господень. Знают ли это ядущие творожные гробы? Буквально мы гробы едим. Яйцо же есть про образ воскресения Иисуса Христа и мысли о том ни у кого нет. Главное, чтобы как у цыган повыше была Пасха Иоанна. Женщина говорит ему знает, что придет Мессия, то есть Христос. Когда он придет, то возвестит нам все. Если же это нам неизвестно, то Христос еще до потерявки так и не дошел. Мы все еще по-иудейски понимаем Храм вот в этом месте я могу поклоняться. Так понимает наш дякон Женя Янчук совершенно ветхозаветное понимание спасения. Может быть, если бы спросил упрямство свое, то и это бы Бог открыл, что такое поклоняться в духе и истине Иоанна. Он же сказал веру Господи и поклонились ему. Поклонился ему. Окончание прямо сглатываешь. Храм тогдашний указывал на животворный храм. Иисус сказал в ответ «Разрушьте храм сей и я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи. Сей храм строился сто сорок шесть лет и ты в три дня воздвигнешь его? А он говорил о храме тела своего. Сам же Христос не указывает на кирпичные храмы. Так к вечности нас приготовляет Господь, чтобы в нас отражалось небесное уже сегодня. Филипийца «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Откровение «Храм же я не видел в нем, ибо Господь был Вседержитель, храм его и Агнец». Если же мы привязаны к этому храму, то мы, как ветхозаветные иудеи, понимаем спасение. Прочитающие слов Иоанна Златоуста против иудеев, как сегодняшний еврей, ненавидев Златоуста, взглядит слова его. «Эти храмы на земле, они построены для нас, а не для Бога, чтобы нам было от дождя, где голову прикрыть. Когда там священник, тогда при совершении литургии это место делается особым местом присутствия Божия, ибо небо сходит на землю». Есть только выражение о присуществлении даров. Когда нет священника, мы можем молиться в любом месте по домам деяния. «И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». «Я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не научил бы вас всенародно и по домам». Так рассеянные овцы собираются и молятся где бы ни были по домам, то есть ни в одном доме, сегодня на Саманном домике, завтра в лагере Стане, а потом у тебя, а ты не бойся, что у тебя половинки истопчут. Чему поклонялись люди в то время и всегда? Человеку. Исход. «Моисей вышел на встречу к тесте своему и поклонился ему и целовал его и после взаимного приветствия они вошли в шатер. Иные кланяются Богу. Когда люди привязаны не к Богу, а к храму, то Бог сметает эти вещественные храмы. Такие люди, привязанные к храму, приговаривают этот храм к сожжению откровения. «И пал я к ногам его, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим и имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Но он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись». Поклонялись люди идолам. А вот чтобы поклонялись прямо дьяволу, хотя любое поклонение идолам и есть поклонение сатане, таких мест почему-то не мог найти в Библии. Прямо себе он потребовал поклонения. Матфей «Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу и говорит ему «Все это дам тебе, если поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему «Отойди от меня сатана», ибо написано «Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». И далее он появляется во весь рост, когда потребует три с половиной года поклонения себе, откровения. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним? Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертания зверя и поклоняющихся образу его». Претензии сатаны на равенство с Богом продолжаются. Сравните его клевретов с подвижниками Божьими, Гитлера со Златоустом, Ленина с Антонием Великим. По его служителям можно догадаться, каков же он сам по себе отвратный. Исайя, 14 глава, языки 28 глава, откровение 20 глава. «Интересно, что у нас в общине были такие, кто только что уверовали, ничего еще не знают и тут же начинают претензии на господство, заявки на владычество. Смешно и опасно, и сразу же все-таки вопят. А Игнатий нам и не учитель, и не наставник. Верно, я это не всегда подчеркиваю, но полезно ли вам говорить против себя то, что не полезно ибо Писание это запрещает. Повторяю, я один из вас и при том может быть худший. Все, кто так говорил, оказались почему-то в пастье у сатаны в грехе». Иоанн. «Настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». И находит ли? Да, находит во все времена. Это те, кто полюбил Слово Божие и живет по нему. Бывают ли такие, кто живет не по Слову Божию, читая его? Бывают. Псалом. Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который есть ел хлеб мой, поднял на меня пяту. Как с ними поступать? С отступниками от истинного поклонения не сообщаться? Это не я прошу. Тем более уже принято у вас решение здесь, в общем, не такое. Если не будет батюшки, вы смешаетесь с этими развратителями и будет еще одна пьяная деревня. А вернее всего, вы все тут бросите и уедете. Солон 49. Когда видишь вора, сходишься с ним и с проливодейми сообщаешься, Иисус Навин. Не сообщайтесь с ними народами, которые остались между вами. Не воспоминайте имени боговых, не клянитесь ими, и не служите им, и не поклоняйтесь им. Знай, что это вор, и идешь к нему, и покупаешь у него. Первый Коринфянам, я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таким же даже и не есть вместе. Ибо что мне судите внешних, не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните возвращенного из среды вас. Притча. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. Это повеление Божие, и друг ты этому сексоту и наушнику, он с поганой газетой, с серетиками, с бессовестными знается, и выдает все тайны и гордится, что он уже правду сказал. Так это и есть главное обвинение на тебя, что ты тайну выдал. Если бы ты придумал, то мимо бы все пошло. А так ты навел беду на арест и обыск. Не интересоваться, не здороваться с такими нельзя. Пройди мимо и не смотри на него. Повторяю, это выполнимо только для верующих. Вот это дело одно уже и показывает, кто мертв и кто жив. Кто ученик Христа, а кто просто самообмани и самохотение живет. Если не так, то ты уже на той стороне, Сирахов. Если ты открыл уста против друга, не бойся, ибо возможно примирение. Только поношение, гордость, обнаружение тайны и коварное злодейство могут отогнать всякого друга. Сирахов. Открывающий тайны потерял доверие и не найдет друга по душе своей. Люби друга и будь верен ему, а если откроешь тайну его, не гонись больше за ним, ибо как человек убивает своего врага, так ты убил дружбу ближнего, и как ты выпустил боезрук своих птиц, так ты выпустил друга и не поймаешь его. Дальше говорится о том, какой должен быть друг. Это место просчитать можно будет, это большое пропускать буду, поменьше считай вот это. Притчи. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, но верный человек таит дело. Притчи. Бойся, сын мой Господа и царя, с мятежниками не сообщайся, потому что внезапно придет гибель от них, и беду от них обоих кто предузнает? Погибель. Погибель. Кто знался с Дружининым здесь, все сгнили, сейчас знают с этим Сашей, а он от милиционера не вылазил. Сын Дружинина на суде говорил, что отец его умер потому, что мы молились, просили его смерти. Так если ты в это веришь, что наша молитва так сильна, то заглокни, чтобы мы не встали на молитву и ты сдохнешь. У меня защитником Константин Владимирович Русаков, он и говорит Мите Дружинину, зачем ты лезешь туда, заодно ты не ответил, начинаешь другую статью к себе протягивать. А это уже главная статья 129-й за клеветом. Тебя же в наручники будут привозить, отстань ты от них, уехал из деревни и живи себе спокойно в этой секте. КВНСР, к немцам, к американцам зашел куда-то, вообще непонятно. Митя растолстел ужасно как, разбарабанила его, стал как отец, пузырь пузырем, а сердечишко-то и никогда не было в норме, а работать физически никогда не работал, инфаркт уже стучит по темечку, отступи же ты, живи еще, пока живется, но отступников мозги, как деревянные, делаются, бесчувственные. Отцу сразу инсульт этот милиционер и помер. От Матфея. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Лжец должен иметь прекрасную память, помнить, как это было и как он измыслил. А доказать ложь вообще невозможно, у нее везде рога торчат. Подаю новый иск, а потом от деревни по ГТРК против радиостанции их и телевидения. Они не успеют под чем бореваться. Под чем бореваться, то есть в брюки заправлять, рубашку. Иные люди, не зная сути, начинают судить. Да можно ли судиться? Не только можно, но и нужно, чтобы заблокировать зло. И тогда они уже не о нападении думают, а как хвосты в норы утянуть. Что же им в таком случае делать? Поклониться Богу и сказать прости Господи наше безумство. Его уже спрашивали прокуратуре края. Тебе разве не хочется мирно идти и хожеть? Так и живи. Почему я на чердаках чужую гуманитарную помощь не считаю? Каждый год в Германию ездят или в Грецию. Я ничьи кубышки не проверяю. Мне что дали, я все потратил на то, что у всех есть теперь книги, сетка, инструменты и прочая помощь поселенцам. Гуманитарка какая была, я даже не дал ее распечатать, но составили сестры комиссию и распределили по списку и в другие города. Ни единой нитки из этого на мне нет. Батюшка вдруг предстал по этому делу совершенно с неожиданной стороны. Очень уж он не то короткий и не то безразличный, а тут вдруг таким принципиальным предстал. Запретил даже заходить в храм и к себе в дом Петру Калашнику за его предательство и открытие тайны. Тучи этой молитвы достигли Господа Вторая Иоанна. Это муж сестры нашей Петр. Кто приходит к вам и не приносит всего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующие его участвуют в злых делах его. Писание говорит, что своих мы обязаны приветствовать, а мимо чужих проходить молча. Стридись молчания перед присутствующими. Перед кем? А, перед приветствующими. Смотрение на распутную женщину, отвращение лица от родственника. Мало того, что Писание говорит об этом, тогда обратись к постановлению общины. Привычки твои вообще в счет не следует брать. Должна быть дисциплина. Но этого слова в Библии нет. Там есть слово послушание, порядок. Где нет порядка, там все разрушается от этих маковейской. Если они в один раз будут наказаны, то мы надеемся, что на будущее время наши государственные дела придут в совершенное благоустройство и наилучший порядок. Иудив. И привел в такой порядок, каким строится войско, идущее на сражение. Покорность очень важное слово. Первое Тимофею. Жена доучится безмолвии со всякой покорностью. Привыкла все делать по-своему, но, познав Господа, теперь эти привычки злых жен оставь и прими образ рабы Христовой. Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны бальдольные, их сожрут птенцы орлиные. Когда нормально умирает человек, ему глаза закрывают. Сегодняшние дети ничтят родителей, бегут из дому, приносят неимоверные страдания своим распутством, преступностью. Такие глаза принадлежат воронью, они выклюют эти бесстыжие глаза. Покорность многим, и неизвестно даже, если бы дочери воспитывали в покорности мужьям быть, то скольких бы бед эти дочники избежали в замужестве, только нефянам. Ибо, видя опыт всего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию, Христову, и за искреннее общение с ними и со всеми. Непокоривый является тормозом в исполнении принятых решений в государственном масштабе евреям. Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они не усыпно пекутся в душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Если бы было дано взглянуть прежним революционерам на то, что произрастет из их непокорства властям царским, каких извергов рода человеческого посадят они себе на голову и потом будут рвать на себя волосы в гулаге. Надо уметь сживить Слово Божие в той обстановке, где мы находимся, чтобы оно ввело нас в поддерживание. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере. Покорились вере. Вере. Прямо заглатываешь слова. Прежде чем стать священником, он должен был уверовать. Здесь же наоборот, он будучи священниками, они, вообще не покоряются вере. Они все духовники, им подавающими они любят исповедовать, а сами еще не покорились вере. Это не только о буддийских священниках, но более всего о православных, сегодняшних и вчерашних. Священники крайне не покоривы Слово Божие. Они стоят за свое Слово, за свои богослужения, акафисты, за то, что никак не обретается в Библии. Слово Божие не нужно расти. В нем есть алфавит, начинается с буквы В и заканчивается мягкий знак. Вначале сотворил Бог и Аминь. Росло в людях, которые верою его приняли в свои сердца. Как они обратились? Кадила их не обратили, ризы им не помогли, храмы их не повернули ко Христу, жертвы, ни к алтарь их не обращал, колокола. Им не открыли души, помазали уши. Помазания не содрали слепоту сочи их. Слово Божие драгоценное, вечное, животворящее. Выходит, что пока слово их не коснулось, они были мертвы, исполнялись столь много, что у них на ногах вены лопались, но по Слову Божию не покорялись. Но у каждого священника есть еще послушники, прихожане, которые только и знали, Батюшка, благослови, Батюшка, научи. И тогда число учеников умножилось, 1 Петра, о которой они притыкаются, не покоряют Слову, на что они и оставлены. Притыкаются на всем. У вас нет колокола, нет луковки на храме, и причина в том, не покоряют Слову. Зачем мне и колокол, если у меня есть язык благовестника? Если есть проповедь, то остальное не так и много к этому добавят. Остальное все было слишком только напоминанием о Христе и о проповеди в нем. В нашем богослужении сегодня не менее, как на 90%, все в одних образах представляется. Все это надо расшифровать. Кто это придумал? Закодировали все, и не доберешься до истины. Господь пришел, все это расшифровал. Как так тянется к образам, тянется не к истине, значит и служение не в истине, а в образах. Священники имеют опыт, навыки, крепкие привычки. Вот они-то и мешают прийти ко спасению. Нужно через то перешагнуть. Без сожаления довериться Иисусу, Сирахов. Человек, привыкающий к бранным словам, во все дни свои не научится. Не научится. Не научится. Привычка, вторая натура. Гони ее в дверь, она лезет в окно, нужны твердые навыки к добру и к труду. Числа. Ослица же сказала Валааму, не я ли твоя ослица, на которой ты ездил с начала до сего дня, имела ли я привычку так поступать с тобой? Он сказал, нет от оси. Ефрем, обученная телиться, привычная к молодьбе. И я сам возложу дерьмо на тучную шею его. На Ефреме будут верхом ездить, Иуда будет пахать, Иаков будет баранить. Ну смотри, она говорит, имела ли я привычку так поступать с тобой? Он сказал, нет. Ну ты как-то считаешь, ну прям совершенно безразличный. Вот гонишь по одной, дальше. В Ветхом Завете слово привычка встречается только два раза. И оба раза речь идет об ослах, о привычке ослиной, когда она ищет себе жеребца. Попробуй держи дома тех, кто привык на дискотеке ходить или наркотики поглощать, аборты делать, Сираха. И не обращай в привычку употреблять в клятве имя святого, чтобы тебе не сделаться перед ними, не забыться перед ними. И о привычке не сделать глупости и не пожелать, чтобы лучше бы ты не родился и не проклясть дня рождения твоего. И о недобрых навыках, клятвах и глупостях тут многое на одних привычках держится. Привык курить, привык материться, воровать деяния. С такой силой возрастало и возмогло слово Господне. Как эти слова можно сказать хотя бы об одном храме во всей России. О свечах можно сказать, о строительстве храмов, о ризах, но именно, чтобы и Библия, чтобы возмогла, возможно ли услышать нет, конечно. У нас новая религия, не имеющая общего с апостольским временем. Ничем, ничего ровным счетом. Привык ты, все в себе. Починай. Ничего ровным счетом. Ничего ровным счетом. Ну как-то губы-то, конечно, милятся, они совершенно безразличны. Ничего ровным счетом нету. Ну войди в это. Состояние гибельное церкви. Ничего ровным счетом нету. Привык ты все свое в себе и подгребать. Десятину платишь ли? Если не платишь, то ты вор и дважды проклят. Малахия. Можно ли человек обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятину и приношениями, проклятием и прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом-хранилище, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытаете меня, говорит Господь Савов, не открою ли я для вас отверстия небесных и не изолю ли на вас благословения до избытка? Привычка питается непокорством, упрямым, противным характером. Вот что Бог говорит о непокорстве, первое царство. Ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство, что волшебство. Противление тоже, что и долопоклонство, за то, что ты отверг Слово Господа и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. Ефесянам. В которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в нас в сынах. В сынах противления. Ефесянам. Никто да не обращает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Колоссянам. За который гнев Божий грядет на сынов противления. Опять тоже повторяю. Надо слушать Слово Божие. Вся эта тема не окончена, видно, оборвана. Ну, такая, какая есть. Слово Божие. Божие. Продолжение следует...